Документы о результатах в Конституционный суд И я представляю гостей, которые добрались сегодня до полюса Политолог Борис Шаповалов, добрый вечер Журналист Юлия Семенова и вам здравствуйте Здравствуйте И Валерий Верениц, тоже журналист Добрый вечер Ну что ж, это не первые выборы в нашей с вами карьере Жизни политической Журналистской и не только журналистской И мы с вами можем делать какие-то прогнозы, кое-что анализировать Давайте начнем с самого начала И вопрос мой простой, наверное, сложный в чем-то Сейчас документы находятся в Конституционном суде Пять дней мы ждем А, собственно, чего мы ждем, Борис Андреевич? Ну, во-первых Вот каким, да, вот вам кажется, что будет Можем ли мы это прогнозировать Вот сейчас это решение суда? Вы же сами в своем вступительном слове, Людмила, сказали Что у нас уже есть опыт решения Конституционного суда По выборам в местные советы в прошлом году, да В частности, по Кишиневу это было сенсационное решение Поэтому Конституционный суд, он ставит точку в признании мандатов депутатов Здесь есть нерешенные вопросы Потому что, насколько я помню, партия социалистов Республики Молдова Протестовала результаты по шести округам И я бы сказал по двум вот этим, где голосовали преднестровцы Это, наверное, тут совпадает мнение и с окумовцами Вот я знаю, что окумовцы опротестовали ряд избирательных округов Эти вопросы, как говорится, решаются на уровне судебных инстанций Но окончательную точку, естественно, ставит Конституционный суд И вот здесь можно ожидать каких угодно решений Почему? Потому что Конституционный суд вполне реально может не признать Скажем так, округов пять, там где победили социалисты Или округов шесть, там где победили окумовцы И может быть вот какая-то вот такая интрига, ситуация Но с другой стороны, я думаю, этого не будет Почему? Потому что демократам, они довольны результатами выборов По ним это все очень прекрасно видно По их вот таким заявлениям Катали Аполь, да, давайте жить дружно, ребята Давайте коалицию создавать и так далее Их досрочные выборы, ну, они во всяком случае показывают вид, что они их не беспокоят Хотя досрочные выборы и не нужны, потому что они потеряют больше, чем социалисты, если пойдут на досрочные выборы Почему? Потому что у социалистов это стабильный, образно говоря, можно сказать, консервативный, идеологически спаянный электорат А у демократов это купленное, собранное, сбитое, сколоченное, перетянутое из разных мест Про окумовцев я вообще молчу, почему? Потому что ту позицию, которую они заняли, я говорил, что она очень неправильная с политической точки зрения А мы поговорим, если позволите, правильно? Да, абсолютно неграмотная Ну, тем не менее, это позиция, мы должны ее обсудить Если мы эту тему обсуждаем, то я тогда сейчас не буду об этом говорить Что дальше следует? Нет, мне нужно по решению конституционного суда, вот прогноз Мы должны увидеть решение конституционного суда А потом первое заседание парламента будет очень важно Почему? Потому что только на первом заседании парламента мы увидим крыс, бегущих с разных кораблей Туда, куда их перегупили или сманили Что этот процесс возможен, нам, наш политический опыт Но, может, договорятся как-то За последние 10 лет очень ярко говорить Нет, но если договорятся две какие-то политические силы на каких-то А может, больше, чем две Нормальных при... Да, я согласен, если это будут демократы, то там, возможно, несколько участников Да, то здесь, конечно же, есть разные варианты Но, еще раз говорю, конституционный суд и потом первое заседание парламента Они расставляют все карты Я пока не говорю о заседаниях, я пока хочу, чтобы мы с вами спрогнозировали решение конституционного суда Валерий, что говорят политологи в тусовке своей? Они говорят так, ну, конституционный суд примет то решение, которое выгодно власти Согласны вы с этим, да или нет? И чего вы ждете от решения конституционного суда? Я жду позитивного ответа от конституционного суда Я думаю, что решением по этим неоднозначным округам должен принимать не конституционный суд сначала Суды ЦИК и суды ЦИК уже принял ЦИК признал Да, ЦИК признал Так что он спихнул на персону Ну, и я думаю, что если будут проблемы по этим округам, все равно парламент может работать И без этих шести, если две трети Семьдесят депутатов Да, собрались, шестьдесят семь, по-моему Да, да Если собрались, то все будет нормально То есть я не ожидаю, то есть я не вижу такой драматической той ситуации, где нужно всем напрягаться и так далее А если мы вот такую ситуацию возьмем, примем во внимание, что эти шесть мандатов, они же кому-то принадлежали? Это может поменять какие-то очи Вот, вот, вот Вот я, собственно говоря, об этом и спрашиваю Конечно То есть в превалидации будет ли это учитывать конституционный суд, Юлия Роккова? Я просто не понимаю, каким образом, то есть понятно, что по срокам и по закону конституционный суд должен сейчас рассматривать, да? Но я не понимаю, каким образом можно рассматривать до тех пор, пока нет решения судебных инстанций по вот этим вот искам То есть получается тогда, что он рассматривает, то есть после, смотрите, ведь после судов, если я правильно понимаю, ЦИК должен утверждать? Не должен утверждать? Нет, 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 нет Только суд утверждает, и потом это приплюсовывается, да, или отнимается Отправляется опять в конституционный суд Отправляется опять в конституционный суд Да, да Но тогда я не понимаю, почему, зачем тогда сейчас рассматривать, в принципе, по большому счету, зачем сейчас тогда рассматривать конституционный суд суду? Валерий, у нас все в порядке с законами А вы хотите, чтобы еще раз их? Нет, просто я понимаю, что по закону 5 дней, но просто я не понимаю, как это будет дальше Сейчас, значит, конституционный суд утверждает такое-то количество мандатов, а потом он переутверждает число мандатов, да? Вот как? Если что-то меняется, то да Если меняется, да Он переутверждает число мандатов? Если, насколько мы понимаем, вы же понимаете, что мы никто здесь не можем сейчас претендовать на то, что это будет истина в последней инстанции То есть те мандаты, которые он утвердит, они будут являться депутатами, а остальные, которые не утвердят, там должны быть повторные выборы Ну это же не скопом, каждый мандат утверждается как бы в отдельности для каждого человека Конечно, но вот есть споры в отношении 6-7, мы говорим, да, социалистов Придут? Потому что, например, 35 у социалистов или 41, это, как говорят в Одессе, все-таки две большие разницы Абсолютно точно Есть разница, понимаете? И это разница, которая будет играть роль при формировании коалиции, технической или парламентской То есть, поэтому я не знаю даже То есть нам необходимо, учитывая тот факт, что на формирование коалиции, судя по всему, окажет свое внимание валидация мандатов Конституционным судом Сколько их будет, как это будет Ну вот смотрите, выбивают 6 мандатов у АКОМ или 5 мандатов у социалистов И уже союз между АКОМ и социалистами невозможен Вот все, нам все То есть получается, что социалисты, которые решили, что мы это не будем И в общей сумме, понимаете, и все, у них нет свыше 50, тут все очень просто Поэтому решение Конституционного суда это вот номер один Ну вот я говорю, очевидно, поэтому социалисты сказали, что до решения Конституционного суда мы ничего не будем комментировать И действительно не комментировать Пожалуйста, Валерий Просто одно простое предложение Я против того, чтобы обзывать избирателей или оскорблять преднестровцев Это уже делалось несколько раз Что они, что преднестровцев якобы можно покупать с копами, так, в отдельности И я думаю, что не надо этого делать Потому что ничего не доказано еще, а это доказывается в суде И я, господин Шаповалов, не хочу называть никого крысами Потому что любой депутат, который вошел в парламент У него на руках универсальный мандат То есть, когда он получает мандат, он получает его уже от народа А не от партии и даже не от тех избирателей, которые его выбрали Тогда ему надо было баллотироваться независимым, а не на чужом горбу Ну я... Я понимаю, что с юридической точки зрения, Валерий, вы стопроцентно правы Есть Конституция, там записана соответствующая статья Но с моральной, с нравственной точки зрения Въехать на чужом коне и потом... Ну давайте поговорим о морали в политике Ну да В Молдавской тем более Ну я согласен, в Молдавской тем более Ну насчет преднестровцев никто не оскорбляет Преднестровский народ Ну я так понял, что вот их покупали Ну я думаю, что не надо Ну а почему вы так поняли? Это открыто показывалось, по-моему, даже в день выборов Мы сейчас повторили позицию представителя ОБСЕ Он точно так же, как вы сказали Он сказал, что да, вот у нас до нас доходили эти сведения Да, но вы понимаете, в чем дело, сказал он У нас нет стопроцентных доказательств, что потом с этими людьми рассчитывались То, что массово подвозили, видели То, что эти автобусы были с этими метками, видели Ну вот доказать Тем более, что никаких расследований не будет на той стороне Я никогда не понимаю, когда говорят о подкупе, выбрали Или, скажем там, какие-то массовые мероприятия, говорят, им платили Сколько я не разговаривала с людьми Понимаете, ну То есть не говорят, что платили Я никогда не видела, что платили Мне не попадали такие Ну, с другой стороны, в пользу этой версии говорит тот факт Мы-то сейчас рассуждаем, Валерий Я просто говорю, что в пользу версии, а что не говорит Вот в пользу говорит итог выборов Да, и вот в Приднестровье господин Олейник Александр Олейник, депутат нескольких созывов Я говорю партии Там же больше всего социалистов Теперь Виареум Мельник, бывший начальник таможни при Филате Молдавской Оба кишиневца, оба абсолютно неизвестные преднестровцам И вдруг за них преднестровцы массово проголосовали Будучи, что там были кандидаты от партии социалистов Это нонсенс Почему вдруг? Они же там проводили свою агитацию Проводили работу, конечно, красиво говорили Почему? Они сидели в Кишиневе, что ли? Нет, конечно В Кишиневе они сидели Не знаю, вот я не видела, таких вот доказательств были или не были Поэтому не могу сейчас не подтвердить, не опровергнуть Но тем не менее, эти вопросы... Вы понимаете, как? Мы сейчас можем, да, как подполера говорит Какие-то моменты... Диана, но по партиям самый больший процент взял социалисты Да, а в округе побеждает не социалисты Это нонсенс Мне кажется, что самое главное, какой мы должны сделать с вами вывод по Приднестровью Это то, что будут еще выборы И вот эти уроки, которые напрашиваются сами собой Мы должны непременно учитывать Потому что, когда у нас избирательные участки отодвигаются там за неделю, что ли, до выборов Тоже есть вопросы И они, понятное дело, почему возникают За всю историю выборов И мы нашли ответ на этот вопрос, для того, чтобы людей потом подвозили Мы сейчас не сказали, кто подвозили Но мы можем спланировать, да? То есть те, очевидно, кто принимал решение по поводу переносов Просто я вам говорю, что легко говорить о подкупе, когда вы обвиняете Вот когда вы обвиняемый, попробуйте, да? Я это попробовал просто, да? И говорят, что вас купили Вот тогда вы подумаете, на чьей стороне закон И нужно ли объявлять себя вот таким страшным, моральным Если вообще-то ничего не произошло И если нет вердикта суда Я об этом Валерий, а можно тогда вопрос Вот когда, если вдруг у нас будет информация о том Что какие-то депутаты решат сформировать коалицию вместе с партией власти Вот по счету мысль о том, что этих депутатов купили Какая к вам придет в голову? И придет ли она? Начнем Разные, может быть То есть вот вы исключите? Вы об этом не подумаете? Подумаю Подумаю Но если не будет доказательств Вы просто не скажете, да? Я буду тихо о себе говорить Думаю, это так Да, нет Это по-другому Депутата, а другое дело избирателя Да, да Избирателю нужно помогать Потому что там, скажем Нужно показывать, как правильно за кого голосовать Избирателю нужно помогать И к нему нужно относиться с уважением Тем более, если он из Приднестровья Хорошо Мы затронули сейчас с вами ситуацию с коалицией Но я прежде всего хочу, вот как коллеги Вы все-таки журналисты Поделиться с вами своим видением того Что, на мой взгляд Вот когда у нас происходят вот такие политические события Особенно формирование правящих коалиций Вам не кажется, что пресса в этом во всем Уже стала занимать роль такого полноправного участника? Что я имею в виду? Ну, то есть, мне кажется, что политики стали настолько Друг с другом разговаривать через нас, журналистов Они стали специально говорить какие-то версии Да, в расчете на то, что вот бросим им вот эту идею Пусть все сейчас разбираются Да, то есть, мне кажется, что мы только потому должны обсуждать Что мы уже полноправный член Вот мы и пресса, да, журналисты Мы полноправный член переговорного процесса Это четвертая власть Ну, вы верите в то, что в Молдове она у нас всегда Нет, я не верю, но они это делают Ну, так называются Потому что они все, вот сейчас прекрасно понимают Ну, вот выйдет какое-нибудь официальное лицо от какой-либо партии И вот сейчас скажут Да он сам не знает, что он скажет, что они решат через неделю, через две Но не знают они сегодня Это сила Это реальность Нет расклада голосов Мы в телевидении не сила А телевидение в руках патрона – это сила Да, сказал Валерий глубокую мысль Но я с ней согласна Как вам ситуация на сегодняшний день с коалицией? Потому что сегодня, вот, например, весь день солировала АКУМ Солировал блок АКУМ Все обсуждали их заявление Вот смотрите, что они сделали Они не только отказали демократам Они сегодня сказали, что они и социалистами не хотят Вот Настас так и сказал В одну реку дважды не войдешь Таков был комментарий Вот как вы считаете, они в самом деле хотят быть такими одинокими, гордыми, независимыми В плане того, что от них уже ничего не будет зависеть Или вот что они имели в виду, когда они делали такие заявления? Они, во-первых, 21 числа до выборов подписали торжественно соглашение о том, что они не будут входить ни в формальные, ни в неформальные коалиции, ни с какими другими представленными в парламенте силами Написали они Я считаю, что это политически незрело, неграмотно, недальновидно Потому что, ну что, они зашли в парламент, они посидели и сказали, что они оппозиция Они поклопали дверьми, когда, например, там голосуется какой-то закон Потом они говорят, что мы пытались что-то, значит, что-то протянуть и у нас не взяли И я думаю, что это неправильный подход Мне кажется, что я согласна с теми комментаторами, между прочим, многие уже об этом говорили По-моему, первым об этом сказал Штефан Глигер Что ОКОМ должен был создать техническую коалицию с социалистами Именно для того, чтобы поснимать с должностей Именно для того, чтобы поснимать с должностей, да Генерального прокурора Главу ЦИК Главу ЦИК Конституционный суд Да, Конституционный суд То есть прорезить вот для того, чтобы вот это вот сделать И потом объявить досрочные выборы, например, в октябре То есть подготовить почву для того, что если ЦИК, такие антиагархические борцы То тогда нужно не просто в парламент зайти, а что-то в парламенте еще сделать А для того, чтобы сделать, нужно искать пути соприкосновения с какими-то силами Один в поле не воин Спасибо Здесь два момента Первый, я вот с Юлей по первому моменту абсолютно согласен Я разделяю ее точку зрения Я ее уже, по-моему, неоднократно высказывал Что Акумовцы и Санду и Настаси ведут себя как абсолютно незрелые политики Вот эти заявления до выборов, что мы ни с кем вот в этой песочнице не будем сидеть Заявления по очереди после выборов Вот это выглядит о том, что им их избиратель дал мандат На то, чтобы они реализовали определенную программу, за которую эти люди голосовали Вот у них вот такой вектор, вот у них, они за это выступают, за второе, за третье, за четвертое Идите в парламент и решайте наши вопросы Договаривайтесь с этими, работайте с этими Работайте в парламенте, потому что прийти в парламент и сразу заявить А я четыре года буду сидеть на галерке и ни в чем не участвовать Извини, а зачем тогда за тебя голосовали? Это, кстати, относится не только к Акумовцев Это относится ко всем политическим партиям Вы полагаете, что вот этим своим поведением, они заранее знали, что большинство они не возьмут в парламент Да, конечно, они знали, что они не возьмут большинство Они получается деструктивно Да, но вот таким поведением, если будут досрочные выборы, они сами от себя отсекают определенный электорат Они поступают недальновидно Почему? Потому что будут досрочные выборы, электорат скажет Эй, ребят, мы за вас уже один раз проголосовали На что вы способны? Мы уже увидели Вот есть с одной стороны нормальные и с другой стороны нормальные Вот они отвечают за свои слова Мы в следующий раз проголосуем по-другому Это вполне реально А вот второй момент Второй момент меня смущает больше всего Почему? Потому что мой опыт Из всей вот этой политической катавации Начиная с 2009 год, не беру С 2010 года, когда были там уже следующие парламентские выборы досрочные Помните, и потом 2014 год и так далее Вот с этого момента Вот эти все сплошные коалиции Первое, второе, третье, четвертое Все это переформатирование Оно заключалось в любом случае в том Что европейцы и американцы загоняли всех этих в одно стойло И на сегодняшний момент я предполагаю Что это тоже домашняя заготовка Санду и Настаси Где они говорят, что мы ни за что Ни с теми, ни с другими Мы не будем Эти воры Этих Путин чему-то там плохому научил Вот их лозунги на сегодняшний момент Очень глупые А кумовцы в чем проигрывают сегодня? В отличие от ДПМ и ПСРМ Они вот как зациклись на этом геополитическом моменте Они с него и не выходят Они вот с вилами стали И они обороняются И от Путина, и от Трампа, и от кого угодно Понимаете? Но это все слова Я предполагаю, что это вот завица Которая закончится следующая На первом заседании парламента Вставит Майя Санду, Андрей Анастасий И скажет Вы знаете, мы не хотели Но вот нас народ попросил И мы вынуждены жертвовать своими страшными принципами Чтобы здесь не было русских танков и страшного Путина То есть вы полагаете, что они непременно передумали? Мы вынуждены пойти на союз с этими клятыми демократами Но мы обязуемся, что мы их будем держать под контролем Чтобы они не хулиганы Хорошо, я поняла вас Вот это сценарий номер два И я думаю, что он вполне реальный Спасибо Валерий, вы соглашаетесь с сценарием номер два? Или вам предложите номер три? Нет, вы задали вопрос Я сконцентрировался на вопросе Вы задали вопрос, почему вот о кумовце так считают Тебя ведут, это был вопрос Да Я согласен с трактовкой Юлии и господина Шаповалова Но тут может пойти перекос еще почему Потому что они уже объявили, что будут две фракции Конечно И у них разные хозяева Да Да Да, и у Андрея Анастасия хозяев в Франкфурте И тем надоело жить на чужбине Поэтому будут просить, чтобы что-то сделать тут для них в их пользу А у Майи, значит, хозяева в Брюкселе и чуть-чуть в Америке Да, и они будут примерно, ну примерно делать Что те говорят Что те говорят, я еще не знаю Не знаю, кто слышал их Пока они говорят, что вот хорошо бы Хорошо бы, да, чтобы был выбран новой властью про европейский путь Реформы продолжить Вот в этом плане Я еще думаю, что мешает им сосредоточиться на свою работу в парламенте И работать по-настоящему в имидж То есть они хотят сохранить этот имидж Хотя будет трудно, потому что вот сейчас будут местные выборы А уже в 20-м будут выборы президентские, где Майя обязательно хочет выиграть И ей нужен такой вот по эту иконку свою сохранить То есть вы полагаете, что и лично здесь находите заинтересованность И тут еще, как говорили мои коллеги Конечно, отсутствие опыта Они никак не могут выйти из этих электоральных образов А они предполагают, то есть топить всех, бомбить И вот это То есть о том, что лучше помолчать, а не пока Это для них секрет, да? Это ненависть, это ненависть Она продолжается из всех расщелин этой партии идти Поэтому я иногда спрашиваю Это просто электоральный образ? Или может быть Андрей и Майя очень хорошо подходят к этой политике? Но вот вы согласны с Борисом Андреевичем, что в конечном итоге Удастся их покровителям посадить за стол перековоров? Я не уверен Я не уверен, что они всем скопом Во-первых, я говорю, что тут будут две фракции И может какая-то пойти из них на сближение Ну вот если все-таки внимательно взглянуть Не фракции, а демократы, Шора и Анастасия Сейчас мы в студии Это дело все Но я Может быть Я поспорю с вами сейчас по поводу вашего варианта Просто хочу спросить Как вы думаете Ведь это же не безобидно Вот так вот себя вести Даже сейчас Поясню почему Вот сделать такие заявления После того, как они это сказали Ведь сколыхнулось все Экспертное сообщество Люди что делали? Люди стали обвинять их в сговоре с Плохотнюком Они так Не социалистов уже, да? Они стали обвинять их Потому что не социалисты отказались Понимаете? От этой ситуативной коалиции Для того, чтобы снимать Как вот Юля говорила С должностей Они отказались И вот это экспертное сообщество Сегодня было крайне недовольно Те люди, которые говорили Что им непременно нужно Вот им нужно все равно Идти на коалицию временную С социалистами Сегодня просто-напросто их критиковали Экспертному обществу Больше всего надо Всегда вернее Да, нет Юля Нет, как сказал господин Чеботару Оставьте политиков вообще в покое Потому что мы их все время трогаем Они сами знают, что им надо делать Поэтому спорю Экспертное общество Нужны гранты из Европы Они будут течь Более-менее стабильно Если сформируется такая Коалиция, которой нужна Экспертному сообществу А экспертному сообществу Нужно то, что их заказывают Заказки И поэтому я логичный Вот этот игрок Экспертное сообщество Оно сильнее, чем мы Поэтому я вот вас В принципе и хотела задать вопрос Но вы частично начали на него отвечать Вот эта позиция, которую заняли Майя Санду, Андрей Настасе Это их политическая позиция Или это позиция их патронов Вполне возможно, что это позиция Вот давайте представим Что это позиция их патронов Например, вот они говорят Так, не видим мы, чтобы Вы садились за один стол С переговоров с демократами Это для демократов, конечно Это очень серьезная ситуация Если вдруг правда Прошу вас Да, это вполне реальная ситуация Я вот о ней и говорю Что второй вариант Он как раз совмещается Вот с вашим мнением С вашей точкой зрения Будут они целиком в этом Или будут они по частям Но то, что они создадут Две фракции Это конечно Потому что Это отдельная партия У нее свои интересы Они все-таки Чуть-чуть отличаются У них разный литерат Я понимаю Они искусственно были Созданы перед выборами Борис Андреевич Ставлю вопрос четче Вторые друг на друга обиды А во-вторых А во-вторых Это должности председателя комиссии Зампредседателя комиссии Это количество людей Борис Андреевич Это возможность проводить свою политику Я про демократов Вы меня не слышите Я про демократов спрашиваю А демократам какая разница Им удержаться у власти Послушайте меня Вы не поняли вопрос Вопрос заключался в другом Вопрос заключался в том Если мы представим на секундочку Что их западные американские партнеры Сказали не входить в коалицию с демократами Что для демократов Все-таки это получается Очень серьезная ситуация Вот я хотела бы об этом Чтобы мы порассуждали А если это правда То что тогда получается У нас получается Что демократы потеряли поддержку Их партнеров И это совершенно Вот я об этом прошу вас порассуждать Людмила Тогда получается Что заокеанские партнеры Говорят Что заокеанские Юля, я извиняюсь Что заокеанские партнеры Говорят Майя и Санду Иди объединяйся С этими социалистами И проводи нам тут Российскую политику Да никогда в жизни Я в это не поверю Так, я про социалистов не говорила Но вы дополнили Потому что это совершенно другой Геополитический интерес Мировых игроков Юля Никогда На это не поверю Спасибо, да Юль, вы как считаете? Ну, я считаю Во-первых Я считаю, что это еще и их позиция То есть не обязательно заокеанских Скажем, мягко советчиков Спонсоров Партнеров Я вам должна сказать Что партнеры Так себе По большому счету Потому что Если учесть Сколько денег Они потратили На компанию Они потратили Очень мало денег То есть халякчики Они партнеры То есть халякчики Не партнеры Да Вот И я к тому Что просто У меня такое чувство То есть Дело в том Что эти Когда создавалась партия Не Немайна А вот Андрея Анастаса Просто Вы же помните Что это началось С этих массовых протестов И так далее И так получилось тогда Что мне нужно было Каждый день На этих протестах работать И люди действительно Верили Поверили Я просто С многими людьми Которые потом Вошли в партию Тогда вот познакомилась И они на самом деле Многие люди На самом деле Считают Что значит Нельзя входить В коалицию С демократами Потому что Демократы Это То есть Это не никто Это им диктует Понимаете Вот Тот же Я не знаю Там та же Инга Григорьева Которая в общем-то В списках идет И она очень много делала Вот для И для протестов И для партии Тот же Слусарь Понимаете Вот Поэтому не знаю Говорю не знаю Что касается Майи Если Майи сказали Не входить Ни в какую коалицию Но не знаю Что она будет делать Спасибо Валерий Ваше мнение Мне очень интересно По этому поводу Ну вот Подкинула Юля Хорошую идею Что Майи скажет Андрей скажет Она Прикажет же всем Что вы думаете Что в каждой партии Есть просто Железная дисциплина Люди Люди получат Мандат И почувствуют Сразу То что я вам говорю Что это Ихний мандат Мандат Который Уполномочил Народ Вести себя В парламент И подумают Покумекают Подумают О своем будущем Я перевожу На Они же не игрушечно Подписывали Вот эту вот бумагу По очереди Юля Я прошу прощения Борис Андреевич Пожалуйста Не точно Как с 14-ми коммунистами В 15-м году Проснутся они На второе утро Чистому демократу Они вначале Сформировали Социал-демократический Альянс Это другая песня Потому что Но если они поменяют Свою политическую красоту Не, они были в афракции Вот в чем дело Они были Коммунисты Коммунисты Те, которые Были во фракции Эти, которые Приходятся Свежими мандатами Да У них Есть какая-то Да Есть какое-то Обязательство Перед партией Но Главное обязательство Перед народом Он получает Народ Мандат Нет Так Юридически И вы знаете Что это так Это универсальный Мандат Я получаю его И говорю Всем До свидания Они так Примерно и делают Говорят всем До свидания Потому что Это его мандат Этот мандат Он получил от народа И может поступить С ним Как ему Принимается Ваша точка зрения Взорю только в одном Секундочку В нашей этой передаче Избиратели На следующие выборы Не выйдут Ну прям Не выйдут А за кого А за эти выборы Они вышли 50% Нет Я Единственное что могу сказать С юридической точки зрения Валерия Конечно вы правы Но Теперь есть одно но Когда была эта ситуация С этими 14 депутатами Это дало повод На протяжении Всех оставшихся Вот этих месяцев Говорить что Парламент нелегитимен Парламент нелегитимен Парламент нелегитимен Это постоянно говорит Потому что все говорили Что люди голосовали Был один расклад Секундочку А мы получили второе И таким образом Понадергов Вот так вот Депутатов Значит Не фракциями А вот так как вы говорите Люди которые не захотят Еще раз пойти на выборы Получается мы опять Получим парламент О котором будут говорить Что он нелегитимен Разве не так Нам это надо Вот хороший вопрос Нет Нелегитимны Они говорили Потому что Были во фракции Я думаю Что все таки Есть разница Потому что Когда выборы были В 14 году Был один расклад По мандатам И по всему А когда уже Голосовали правительство Филиппа У нас получилось Вообще другая ситуация Ну говорили Понимаешь А юридической базы Нет Да Тогда еще раз Нужно говорить Тогда воспользовавшись Вот этим моментом И сказать избирателям Что депутат свободен Что ему никакие законы Не мешают Переходить И выбирать фракцию Которую он считает Ну тогда давай Распустим политические партии Зачем они тогда нужны Вот депутат Каждый сам Не распускать Должна быть юридическая база То есть Если ты вошел в парламент Так предлагали же этот закон Ну вот его нужно пробить Этот закон просто он не конституционный Он не конституционный Потому что когда ты берешь этот зарплат Это надо менять конституцию Да Он универсален Он универсален И ты То есть отвечаешь только перед народом И все Тем более сейчас Когда одномандатников Ну ладно Давайте так Перед своей совестью Перед своей совестью Нет я просто В случае если она есть Да Это хорошее уточнение Это очень хорошее Действительно Да Но я запомнила Что Что из каждый из вас сказал Я посмотрю потом Чей прогноз Каждый самым близким К ситуации Ну как не делали Мы пытались называть вещи своими именами Вот вы сейчас пытаетесь уже Это все лавировать Ничего У нас все записано Все ходы Значит На этой неделе Президент Комментировал всю эту ситуацию И больше всего Комментировали его высказывания Насчет трех политических сил Да Он так и сказал Партия социалистов ДПМ и Блок ОКОМ Должны оставить в стороне Предвыборную риторику И сформировать коалицию На основе национальных интересов И тут же добавил Но это трудный сценарий Трудный Трудный А возможно и Борис Андреевич Лебедь Рак Да И Щука Вы знаете Я смотрю на лидеров ОКОМ И я понимаю Что пока там не с кем говорить Там просто Несерьезные люди Не готовы к диалогу Ну хорошо Борис Андреевич А если посмотреть на ситуацию Я понимаю Ради общих интересов Народа Молдова Секундочку Вы сейчас это сказали Точка по поводу всего ОКОМ Или давайте мы скажем Что это позиция лидеров Пока То что мы озвучили Да Я согласен Лидеров Лидеров Все-таки это важно С этим важным замечанием Людмила согласен полностью А дальше А дальше жизнь покажет А дальше вот Валерий сказал У них разное свое видение Может быть И это действительно так Почему Потому что Ну Потому что там есть Тоже принципиальные люди Вот Одним мне нравятся эти Вторым мне нравятся другие И они из этого принципа Будут принимать свое решение Но к сожалению Это давность Вы знаете Что меня Вот телезрители Смотрят Вот я хотел бы поделиться Одной простой мыслью Я вот просто не понимаю Почему мы Почти 30 лет Нашей независимости Смотрим друг на друга С вилами в руках Делаем красных и белых Делаем черных Там Или там Еще каких-то И мы постоянно Смотрим Ах если кто-то Говорит про Россию То это враг Молдавского народа Кто-то говорит Про Запад Это тоже враг Молдавского народа Вот когда мы От этого отойдем И будем думать О нашей родной земле И о себе Отвечаю Тогда Понимаю Тогда когда политики Перестанут Именно эти моменты На них педалироваться Искусственное Абсолютно Абсолютно Ненужное Нашей стране Поэтому у нас Миллион людей Бросил эту землю Уехал Люди хотят выжить Люди хотят Растить детей И в итоге Получается Плевать на то Что здесь происходит Вот это больная обид Поняла Валерия И в этом виноваты Политики Вот такие крайние Я же вам ответила До тех пор Пока политики будут Договориться Которые не могут Положить Свои какие-то амбиции Борис Андреевич Ваш крик души принимается Ну К сожалению Вы знаете Если мы Мы не хотим Все время говорить О морали Мы все время говорим Что политика Какая мораль Господа Мы не хотим Об этом говорить Мы все время Как бы избегаем Вот этих вот Значит Различных Я не знаю Этических моментов Да Давать свои оценки Но приходит Потом Какой-то момент Понимаете Когда мы Сами Себе Общество Должны будем Дать ответ Почему Получается так Что у нас Голосуют За тех людей Которые Точно знают Что они фигурируют В отчетах Крол И они Явно Явно Замешаны Почему Наше общество Голосует За этих людей Почему После первого Отчета Крол У нас были Первые выборы Местные И люди проголосовали За те же партии Которые были При которых Украли этот миллиард Это все Из сферы морали Это все Из сферы этики Но эти вопросы Чем раньше Задаст себе Наше молдавское общество Тем возможно Быстрее мы найдем На них ответы Это было такое Лирическое отступление Валерий Это не означает Что я не пристану К вам С тем чтобы вы Все таки ответили На вопрос По поводу Трех политических сил Президентский сценарий Оценка Ну президентский сценарий Это сценарий Который Любой президент Предъявит Предложит То есть это Истинно президентский Сценарий То есть очень верная позиция Потому что Да Это То есть вы считаете Что он хочет Позиционировать себя Над схваткой Нет Он так и сказал Он не хочет Позиционировать Он так и сказал Прямо Что я должен быть Над схваткой Поэтому я Предлагаю вам Самый трудный сценарий Самый трудный Это правда Но самый эффективный Если удастся Валерий Не удастся К сожалению Не удастся Не удастся Потому что Ну Вот только что Коллега Мой по студии Сказал Что Акум Уже вышел Из игры Когда он опять Войдет В эту игру Ну посмотрим Он Вот Как фракция Я думаю Еще фракция Особенно Андрея Анастасия Я думаю Что она себя Еще покажет Еще покажет Потому что Вы знаете Сначала Она себя покажет Сначала формируется Одна коалиция Помните Да А потом Начинается Дергание Изменение Кто-то Кого-то Хочет Звалить А это Не ново Для нас Они уже Говорят о том Что коалиции Для того Чтобы кого-то Свалить То есть Дружить Против Кого-то А вы считаете Что эта фракция Себя покажет Вместе с лидером Или без лидера Это важно С Настаси Да Там есть Люди Которые Спаяны Разными Дело в том Что там Семь человек Идут От Настаси В этой связке Из 26 И семь Идут Так называемых Независимых Внутри Этого Акума То есть Они не относились Ни к партии Майя Санду Ни к партии Андрея Настаси И поэтому Если Брать во внимание Что ДПМ Сегодня контролирует 40 мандатов Своих Тридцать Семь шора И три Так называемые Этих независимых Демократы Чистые Вот То считайте Тот же Даже Андрей Анастаси Если займет Какую-то Определенную Позицию Вот как Валерий Он просто Не озвучивает Это Но я вот Озвучу Да И будет 51-52 Голоса С учетом Его голосов Вот вам и Коалиция Вполне реально Может без Без согласия Лидера Скажем так Без согласия Поэтому я и уточнила Это было очень важно Без согласия Какие-то люди Которые Не связаны Ни финансово Ни Какой-то Клятвы На крови А может Они будут Как раз Связаны Финансово Может быть Кстати Кажется Здесь Борис Андреевич По-моему Он прав Им помогут Поменять Не защищался Вот в этой сфере То есть Я стесняюсь Должен спросить В кого вы защищались Да Журналисты И политологи Они все-таки По-разному Думают И выводы делают Да Я понимаю Я думаю Это комплимент Журналистам Все-таки Было Что по-разному Думаю Юля Вам слово Журналисту Слово Поэтому я не могла По-другому Мы сейчас По поводу Вот этой Трех сил Да Президентская оппозиция Вот мне интересно Понимаете что Вот смотрите Это С моей точки зрения Если Две силы Значит Одна Говорила Что она будет Бороться с олигархами То есть Это основной посыл Да Основной месседж О ком Вообще Вот Блока И каждая из этих партий Которая туда входит Значит Социалисты Тоже Хотят бороться За законность И бороться С олигархами Тоже неоднократно Об этом говорили И Создавать Широкую Коалицию Вместе С демократической Партией Которую В прошлом парламенте Обвиняли В контроле В контроле Над всеми Годинститутами А это Ничто иное Как коррупционная Схема И во главе Которой Стоит Олигарх То это Получается Унтер-офицерская Вдова Которая Сама себя Высекла Понимаете Это получается Знаете Как в советское Время Значит Вот Даже и сейчас Мне говорят То же самое Есть Ты подаешь Там на кого-то Жалобу И эта жалоба Приходит К тому Кто ее Это самое На кого-то И он начинает Разбирать Вот Мне кажется Вот Это вот Широкая Коалиция Из этой же Серии У меня Такое чувство Это красиво Звучит Но Каким образом Олигархи Будут бороться С самим С собой Или как Нет Но если Например Там вот Я благодарю Значит Варианты Мы обсудили Нам осталось Обсудить С вами Только вариант Досрочных Парламентских Выборов Тем более Что нам Очень сильно Помог В этом В прогнозировании Такой ситуации Сергей Сырбу Который Обратился В конституционный Суд Где Прямо Черным по белому Просят Чтобы правительство Значит У него Были полномочия Парламента Вот То есть Получается Что демократы Не отвергают Совсем Эту идею Нет Они просто Разумно Подтирают Соломку На Случай Вдруг Падения Они Очень Грамотно Действуют С юридической Точки Зрения Они Вообще Очень Грамотно Действуют Они Просчитывают Свои Шаги Подводят Под это Юридическую Базу И Формально К ним Ну Нельзя Вот Здесь Консонный Суд Решил Центр Центр Сберком А Мы Вот Всем Предлагаем Мир И Дружбу Давайте За Молдову Подумаем Понимаете Они Заняли Очень Интересную Позицию Борис Валерий Они Они Сами Не Я не Вижу Силу Которые Выгодны Были Вот Но Сказать Четко Что Их Не Будет Еще Просто Рано Спасибо Валерий Очень Неблагоприятный Сценарий Во-первых Для страны Это По-моему Всем понятно И все согласны С этим Потом Они Неблагоприятны Это сценарий Для самих Партий То есть Я чуть-чуть Не соглашусь Юли Деньги Это не второе Эти выборы Показали Что Как раз Это были Первые Их нужно Да Их нужно Достать В любом случае Если думаете Что окумовцы Например Готовы По-моему С точки зрения Финансов Они Самые Неподготовленные К этим Выборам То есть Они понимают Что это Сложно Им это Тоже Не нужно Социалистам Тоже Не нужно Потому что Нужно Ну Понимаете Это может Со стороны Так кажется А там Внутри Это Огромный Труд Для всех Огромный Люди Просто После Месяца Ну там Начинается Раньше Где-то Три месяца Все это Вместе Происходит И на Износ Работают Люди Которые Работают На Износ Которые Просто Выигрывают Как в карте От Тем Тем Нужны Нужны Выборы Вы Знаете Я Валерий Я с вами Полностью Согласен Я с некоторыми Так сказать Политаналитиками Из разных Лагерей Валерий Я согласен, что здесь вот такая позиция самая чувствительная. В любом случае, это деньги наши. Я извиняюсь, Люд. Одни деньги, те, что у нас украли, я имею в виду этот миллиард, а вторые деньги тоже наши, но из государственного бюджета. Поэтому за наши деньги хорошо. Знаете, про деньги народа, как сказали, откуда у народа столько денег, что вы? А чем украли? Я бы хотела только сказать по поводу того, что самое чувствительное здесь, если это, конечно, то, что в парламенте есть независимые кандидаты, которые тоже в это дело и финансово, и не финансово, и как хотите. То есть это, понимаете, одно дело, когда ты идешь на выборы со всей партией, ты идешь с командой, а другое дело, когда наши независимые вдруг поймут, что, в принципе, все начнется сначала. Ты мне уже сказала, что нет. И вот это, как-то их, я не знаю, там, ну, и пусть не только независимые. Все равно люди, которые шли по одномандатным округам. Мне кажется, они более чувствительная у них позиция, чем у партийных. Юль, вы как думаете? Да. Согласна, да? Да. У нас времени остается совсем мало. В принципе, ровно только на то, чтобы сейчас я сам коварный вопрос задала, но он последний. Хочу услышать. Юль, не ровно. Услышать. Услышать. Да, ladies first. Ну да, конечно. Нет, недушки. У нас 8 марта, Юля будет скоро, поэтому Юля будет последним отвечать. Она выводы делает. Хочу услышать ваши прогнозы. Как оно будет? Мы все рассмотрели. Все позиции, все партий, все тасовали, все они как хотели. Да, и досрочные тоже говорили. Хочу услышать, как будет. Валерий. Ну, я так предполагаю, что все будет нормально, что мажоритарная фракция парламента сформируется. Может быть, это больше моих желаний, но это, наверное, желание каждого гражданина, чтобы получилось, все получили свое, о чем мечтают, кроме Акумовца, потому что они ни о чем не мечтают, не хотят работать. Кто не работает, не ест. Остальные, кто будут работать, пускай получают свои блага. Ну, во-первых, народ, конечно. Утро мажешь бутербродом, вспоминаешь, как народ. Возумыслия, как народ. Да. Борис Андреевич, как оно будет? Ну, две реальные ситуации. С одной стороны, вот то, что выявилось в ходе нашего разговора, это, естественно, демократы, это шор независимый и, видимо, часть Акума, вот, это правящая коалиция, это вполне реальный вариант, и он, наверное, более жизнеспособный, чем какие-то другие. Второй вариант, это демократы и ПСРМ, у них есть по многим позициям совпадающие взгляды, хотя есть, конечно же, вот тут олигархи, тут некоторые моменты, которые, ну, не совсем, скажем так, подходят партии социалистов. Да, и о них очень хорошо написал Богдан Цирдя, кстати. Да, да, да. Очень четко. Потому что здесь есть, ну, определенные, вот, скажем так, идеологические противоречия. И не только идеологические. Да, но, тем не менее, в рамках Единой Молдовы он не исключается. Я считаю, что третий вариант досрочной выборы, это крайний вариант в данной ситуации. Спасибо. Юля. Я думаю, что все-таки, я очень не люблю строить прогнозы, давайте я скажу так. Значит, если Конституционный суд утвердит число мандатов, да, то 13-го или 15-го, да, или чуть позже, наверное, да, будет, значит, да, после 13-го или 15-го, там сейчас какое-то время, будет заседание парламента первое. Ну, оно туда попозже. Попозже, да, да. 28-го, 28-го, 28-го. А, вот так, да. Да, ну, он уже объявил, что приблизительно он... Президент созывает своим указом. Да. Вот это пока прогноз. Пока я... Дальше я молчу. Вот я убеждаюсь, что молдавской политике нужны женщины, потому что так аккуратненько все это сказать настолько Я думаю, что только женщины. Нужно попробовать парламент только... Спасибо, Валерий. Вот я думаю, что... Желаю вам успеха. Спасибо. Спасибо, да. Мы подумаем, Север, точно. Я вас благодарю за то, что вы пришли, за то, что мы с вами сейчас пытались прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Ну, будем вместе наблюдать и... Конечно, анализировать. Нужно поздравить вас с наступающим праздником, да. Вот спасибо. Не только политика. Не только политика. Принимается. Спасибо вам большое. Да. И вы тоже уже. Вдруг мы не увидимся до 8 марта с ней, конечно. С праздником, дорогие женщины. Это... Да. Я пока не поздравляю, потому что еще в эфир я выйду. Вот. А вас по-прежнему благодарю. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Полюс». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Редактор субтитров А.Семкин